Всем добрый день! Я все-таки решил снять продолжение экспериментов с нарезанием наружной конической резьбы метчиком. Связано это было с тем, что многие из вас мне советовали в комментариях попробовать останавливать метчик, не выводя его из зоны резания. То есть нажатием на педаль тормоза. Вот эта вот самая педаль тормоза. Она в работе очень сильно помогает. Я изначально от этой идеи отказался по причине того, что в момент остановки на поверхности, на профиле резьбы остаются, ну, как правильно сказать-то, задиры, зарезы. Ну, то есть вы понимаете, речный инструмент останавливается, и все, металл резался и прекращает резаться. Но решил попробовать. Все-таки нужно учитывать, что эта латунь, она помягче, если там не какие-то будут небольшие зоостенки, я думаю, что можно либо щеткой их поправить, либо при закручивании уже непосредственно в агрегат, в термостат, они срежутся. Поэтому давайте я попробую. Сам способ попробую, как он в лотке пойдет. И тот результат, который у меня получится. Обороты я 185. Обнуляю. И первый проход я буду делать миллиметр. Я, короче, решил попробовать смазывать маслом. И вчерашняя мазюка. Пока стоит в запасе. Итак. Миллиметр. И сейчас мне самое главное уловить момент и не впендюриться в уступ. Поэтому нужно быть внимательным. Поперечку ничего не трогаю. Нога на педали тормоза. Все, погнали. Назад. Второй проход тоже миллиметр. Тоже миллиметр. И также внимательно смотрю, чтобы они... И третий проход я 2,5 десятки, думаю, будет достаточно до полного профиля. Все это эксперимент. Разумеется, никакой критики по поводу замера параметров эта резьба не выдержит. Но для наших нужд этого будет более чем достаточно. Ну, профиль вроде полный. Но не совсем. Поэтому я все-таки еще один проход сделал, завершающий. Еще 2,5 десятки. То есть в итоге получается 2,5 миллиметра. И вот, кстати, вот как раз он кверху подошел. Тот самый участок, где метчик перестал резать. Видите? О чем я и говорил. Так, все, поехали. Теперь, я думаю, все должно быть хорошо. Бумажный полотен сейчас. Ну, можно попробовать щетку. Но я не знаю, есть в этом необходимость или нет. Да, щетка убирает. Я думаю, хорошо видно участок этот, линия. Ну, ладно. Сейчас я попробую примерить эту резьбу в термостат. И здесь мы уже можем судить. Хотя, знаете, резьба чистенькая. Прямо вообще. Термостат. Слушайте, ну, нормально. То есть, как раз есть возможность на затягивание. То есть, также был вопрос, почему резьба не заворачивает до конца. Она не должна заворачивать до конца. За счет этого она ее уплотняет. За счет конуса. Эвли. Вон, бери два штуки. А же это. Где? Вон два штуки. Или это не он приносил? Не-не-не-не-не-не. Это не он, не он. Не обращай внимания. Да, блин. Так, еще. Затыкнись. Так, ну что, мазюкой? Мазюкой сейчас помажу. Анилинка у меня про анилинка писали. Я вообще не люблю эту, блин. Она вонючая. Так, ну, так же. Первый проход. Миллиметр. И внимательно за торцом. За уступом. А, блин, вот, маленечко это, ручку бросил. То есть, ручку я могу не трогать, потому что концевик, он педалями выключает и обороты, и... Поэтому... Второй проход. Миллиметр. И третий проход. Полмиллиметра. Ну, давайте щеткой так же почищу. Ну, я вот вижу, что профиль не полный. Я думаю, что вы тоже видите, что профиль не полный. Ну, давайте все равно я примерю. Если же нет, то еще раз прорежу. У меня хорошо, хорошо. Я ошибался, Наш. Ну, и последнюю. Последняя резьба. И этого будет достаточно. Проверяю привязку. Под нагрузкой метчик все равно маленечко доворачивается, уходит вниз, поэтому погрешность все равно будет. Миллиметр. Смотрим, 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 смотрим. Стоп. Миллиметр. Смотрим, смотрим. А я это... Тем же размером прошел. Вот миллиметр. Вот миллиметр. Ну, резьба чистая. За исключением вот этих вот участков. Этого участка. Да. Замечательно. Ну, и подводя итог, могу совершенно определенно сказать, что способ, который я прочитал в ваших комментариях, то есть остановка вращения шпинделя без отведения метчика, но он менее хлопотный, чем я использовал первый. То есть пытаться быстро вывести, и все равно, если маленечко чуть прозевал, влетел в уступ, метчик провернулся, заново производить привязку. Здесь тоже, конечно, нужно буквально с точностью до миллиметра успевать остановить. Но, опять же, благодаря замечательной педали тормоза она в этом отношении прямо выручает. Поэтому хочу всех вас поблагодарить за ваши комментарии, за мнения и подсказки, которые я использую в дальнейшей работе. Я думаю, что это помогает мне развиваться и также помогает вам узнавать что-то новое и иметь возможность видеть, что это действительно работает и не прочитано в книжке, а показано и увидено вживую. И если нету особых требований по качеству, завернуть, уплотнить и забыть, этот способ имеет право существовать. Еще раз всем спасибо, всем удачи!